Это Пульс Дня по скриптуму. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Согласно результатам исследования, распространенность онкозаболеваний среди молодых людей растет. Ученые пока не знают причины этой тенденции. Хотя онкологические заболевания по-прежнему более распространены среди пожилых, число случаев рака, в том числе ранних стадий болезни среди людей моложе 50, значительно выросло за последние три десятилетия. В 2019 году во всем мире было зарегистрировано почти 2 миллиона новых онкологических диагнозов и 1 миллион смертей от рака среди людей в возрасте до 50 лет. Это почти на 80% и 28% больше, чем в 90-х. Наиболее распространенный тип рака во всем мире – рак молочной железы. Кроме того, самое высокое число смертей в последние годы фиксируется среди пациентов с раком трахеи, легких, желудка и кишечника. Наиболее резко за последние годы увеличилась смертность среди людей с раком почек или яичников. Уровень заболеваемости и обнаружения рака на начальном этапе в 2019-м был самым высоким в странах Северной Америки, Западной Европы и Австралии. Ученые прогнозируют, что к 2030 году количество новых случаев рака с ранним началом и связанных с ним смертей увеличится еще на 31,21% соответственно. Люди в возрасте 40 лет, вероятно, будут подвержены наибольшему риску. Рид Джабс, сын соучредителя компании Apple Стива Джабса, в августе объявила о создании венчурной фирмы для финансирования новых методов лечения рака – болезни, ставшие причиной смерти его отца. Фирма под названием Yosemite стала подразделением инвестиционной, социальной и благотворительной компании Emerson Collective, основанной женой покойного Джабса Лорен Пауэлл Джабс. Фирма Yosemite получила свое название от Йосемитского национального парка в горах Сьерра-Невада в Калифорнии, где Стив и Лорен поженились. Венчурная фирма Джабса уже привлекла 200 миллионов долларов от инвесторов, среди которых миллиардер Джон Дор, Мемориальный онкологический центр Слоуна Кеттеринга, Университет Рокфеллера и Массачуссовский технологический институт. Я никогда не хотел быть венчурным капиталистом, но я понял, что когда вы на самом деле что-то создаете и собираете воедино, огромное значение имеет то, какие активы являются частью этого проекта, в каком направлении он будет развиваться и какова будет его научная направленность, рассказал Рид Джабс в комментарии New York Times. Стив Джабс умер в 2011 году в возрасте 56 лет от рака поджелудочной железы. Лорен Пауэлл Джабс основала Emerson Collective в 2004-м. После смерти мужа она вложила в компанию часть акций Apple и Disney, которые унаследовала от своего покойного супруга. 31-летний Рид Джабс работает управляющим директором по вопросам здравоохранения в Emerson Collective. Ранее он обучался в подготовительной медшколе, чтобы стать онкологом. После смерти отца бросил курс и сменил специализацию на историю. Многие люди воспринимают диагноз «рак» как смертный приговор, но онкологи предлагают поменять к нему отношения. Многие опухоли поддаются лечению, а некоторые случаи даже не требуют медицинского вмешательства. В последние десятилетия технология скрининга стала популярна и широко используется для диагностики рака во многих клиниках. Из-за этого врачи выявляют все больше раковых заболеваний, чем когда-либо. В нашей стране число людей с таким диагнозом с 2009 по 2018 год выросло более чем на 400 тысяч человек. Людям с агрессивными видами рака легких, толстой кишки и поджелудочной железы ранее выявление может спасти жизнь. Врачи оценивают все риски на этапе диагностирования пациента. В некоторых случаях встречается рак с низким риском прогрессирования. Это значит, что вероятность увеличения опухоли или появления новых очагов раковых клеток в течение 20 лет составляет менее 5%. При высоком риске вероятность прогрессирования в течение 1-2 лет более 75%. Биолог из Массачусетского технологического института Леонард Гуарренте рекомендует докторам не называть очень раннюю неагрессивную опухоль раком. В эксперименте 2019 года волонтерам ставили абстрактный раковый диагноз. Они выбирали операцию вместо наблюдения гораздо чаще, если обнаруженную опухоль называли раком, а не узлом или наростом. Изначально название заболеванию дал Гиппократ, когда обнаружил опухоль молочной железы. Он назвал ее каркинос от слова краб, что в вольном переводе на русский может звучать как окробение молочной железы. Никто не знает, почему опухоль показалась похожей на краба, но термин вошел в его труды. Затем римский врач Цельс при переводе трудов Гиппократа ошибочно перевел греческое краб как латинское рак – кенсер. Это слово и ушло во все европейские языки, а затем и в русский. Возникает вопрос, почему у некоторых заболеваний развивается стремительно, а у кого-то нет? И ответ – потому что все опухоли разные. Многое зависит от степени злокачественности опухоли. Это понятие определяется суммой накопленных опухолью мутаций. Человек с онкологическим заболеванием вполне может вылечиться и умереть через лет 30 от инфаркта миокарда, например. Иными словами, универсального механизма смерти пациентов от онкологических заболеваний не существует. Каждый случай в сущности индивидуален, есть только некие общие черты. Нет убедительных доказательств, которые связывали бы стресс или депрессию с возникновением онкологических заболеваний. Но часто люди, подверженные стрессу, склонны к опасному поведению – злоупотреблению алкоголем, курению, перееданию, что вполне может повысить риск развития онкологических заболеваний. Существует сборник доказанных советов по снижению риска развития онкологии – European Code Against Cancer. Итак, не курите сами, не давайте курить другим у вас дома и на рабочем месте, следите за весом, больше двигайтесь и меньше сидите. Перейдите на здоровую диету, больше цельнозерновых продуктов, клетчатки, фруктов и овощей, меньше сахара и жирной пищи. Избегайте продуктов из переработанного мяса, не ходите в солярий, на работе постарайтесь не иметь дело с канцерогенными веществами. Следуйте инструкции по безопасности труда. Проверьте радиационный фон в вашем доме. Страх обнаружить у себя онкологическое заболевание понятен, и естественная реакция – это активная защита. При этом единого анализа на все виды рака не существует. Анализ крови на онкомаркеры не является адекватным методом скрининга рака. Онкомаркеры нередко указывают на рак там, где его нет, и не указывают на него там, где он есть. 5 сентября 2021 года за два месяца до своего 40-летия скончалась экс-солистка популярной в нулевые группы Girls All Out Сэра Хардинг. В августе 20-го вокалистка призналась, что борется с раком молочной железы, который к тому моменту уже распространился и на другие органы. В марте 2021 года Сэра честно призналась, что не доживет до Рождества, так как болезнь неизлечима, что к несчастью и произошло. О смерти 39-летней певицы рассказала ее мать. «Я знаю, что она не захочет, чтобы ее вспоминали в связи с борьбой с этой ужасной болезнью. Она была яркой, сияющей звездой. Я надеюсь, что ее можно будет запомнить именно такой», — говорила женщина. Синтия Никсон, актриса, театральный режиссер, лауреат премии Эмми, Тони и Грэмми, плотировалась с губернатором штата Нью-Йорк. За свою карьеру исполнила большое количество ролей, как в театре, так и на больших экранах, но многим лучше всего запомнилась в образе Миранды в культовом сериале «Секс в большом городе». С раком молочной железы Никсон впервые столкнулась еще в детстве. Мама и бабушка актрисы боролись с ним несколько раз. Поэтому, осознавая свою вовлеченность в группу риска, Никсон с 35 лет начала проходить ежегодную маммографию. В 2006-м у нее было обнаружено злокачественное новообразование в области груди. Лечение началось с лампактомии, частичной мастектомии, а затем следовал шестинедельный курс лучевой терапии. Рак отступил. Спустя несколько лет Синтия вновь встретилась с онкологией, но уже на сцене Бродвея. Она сыграла роль больной раком преподавательницы поэзии Вивиан Биринг. Ради такой знаковой для нее постановки актриса даже побрилась на лысом. Спектакль номинировали на премию Тони. Сейчас Синтия Никсон продолжает помогать женщинам с раком молочной железы, руководит фондом по борьбе с онкологией груди и выпускает несколько документальных программ об этой болезни. По ее словам, все эти усилия направлены на то, чтобы как можно больше людей понимало, что рак – это не приговор. Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова